Юрий Насыбуллин. Стихи из советского прошлого. Читает автор. Авангард советского народа. 1987 год. Когда на комбинате был я мёртвый душой и молевал призывы и плакаты, Я верил в то, что партия наша верно-рулевой, и пресекал на этот счёт дебаты. Я верил, что мы твёрдо к коммунизму держим путь, и что народ и партии едины. Ведь лозунги не могут нас так подло обмануть, ведь я их сам рисую, как картины. Вот как-то раз к парторгу вызывают в кабинет. На выходной велят куда-то ехать, поскольку отмечает наш районный комитет большую историческую веху. Давай уж постарайся, ты ж сознательный у нас, и крепнешь в убеждениях год от году. Мы в партию тебя рекомендуем, хоть сейчас, ну а наряд закроем по аккорду. Спасибо, говорю, я не дорос ещё пока. Вы партии другого удостойте. А я и так поеду, и хоть дело не в деньгах, но вы наряд уж всё-таки закройте. В субботу рано утречка, в часуток в седьмом, по случаю такого юбилея, везут меня, трясут меня в фургоне грузовом на ящиках с бутылками и снедью. К обеду подъезжаем мы к высокому крыльцу с портретом бородатого предтечи. Уборщица с ковров сметает лёгкую пыльцу, и грузчики бегут уже навстречу. Залез я на стремяночку и начал молевать про авангард советского народа. А снизу вышло ревностно за мною наблюдать какой-то зам шестёрчья порода. Молю я и думаю, какого бы рожна приставили ко мне соглядотая. Неужто опрокинется могучая страна, коль чуждая вкрадётся запятая? К примеру, лозунг взять «Мы не рабы, рабы не мы». Как говорится, перекинуть клеммы с такими ударениями недолго до тюрьмы. Мы не рабы, но вроде как бы не мы. Покуда молевал, по нему тучки понеслись, закапал дождь, весь авангард размыло. У меня зам кричит, давай пока слезай оттуда вниз, потом закончишь, чтоб тебе пусто было. А дождик пущий к вечеру палил, как из ведра. И чёрными стальными кораблями начали в Волге пребывать. На Волгах номера с высокими партейными нулями. Начальники степенно из машин, повыходя, повытащились из отёкших кресел. И шустрый зам над первым тут же зонтик от дождя с халуйской готовностью развесил. Проследовали в залы, стали стульями греметь, потом азартно тосты поднимали, шумели. Я пошёл, чтоб как-то ночь пересидеть к охраннику у сауны в подвале. А на столах у них восточный вывален базар, вся пестрота отборных этикеток. Такой жратвы я в жизни не видал, в глаза, я думал, что и в природе нету. А мы-то с хлеба все перебиваемся на квас. Но незавидно, дудки, незавидно. Обидно то, что всё это украдено у нас, так лавка, лицемерно и бесстыдно. И напролёт всю ночь, до самой утренней поры, в обжорном и петейном гулеванье, начальство материлось и блевало на ковры, и с девками развратничало в бане. А утром спохмела, начальство было всё равно. А я взглянул на лозунг свой вчерашний. Там партия, тире, а дальше грязное пятно. И весь мой труд, потерянный, изряженный. Арбат, 1990 года. Приписана к Арбату отечная толпа. Сахаты и пархаты, богема, голодьба. Повылезли мессии со всех щелей Москвы, Со всей честной России, от хивы до тувы. Здесь пастор ищет паствы, зовёт в тму таракань, И людям кажут язвы отеческая рвань. Отстёгивают уши горластые юнцы, Убогие кликуши, пивные мудрецы. Арбат, какие враки твоих коснулись стен! Плывёт людская накипь, под ветром перемен. Хлысты и монархисты пришествием грозят, И карикатуристы вас вмиг изобразят, Всего лишь зачервонец в дерьме или в ферме, Угодно при коровне, угодно при суме. Здесь тешатся крамолой и чешут языки Сторонники раскола и каменные руки, А рядышком за красной кремлёвской стеной На всё согласный, гласный садом и геморрой. Арбат, какие враки твоих коснулись стен! Плывёт людская накипь, под ветром перемен. В словесном блуде грешен крикливый наш народ, И тот-то снизу брешет, и тот-то сверху врёт. И каждый врёт, как дышит, другие врут ему, Никто уже не слышит, не верит никому. А мы стоим, глазея, о, Господи, спаси, Страдалицу Россию от всяческих мессий, От века золотого, от гиблого дождя. Спаси нас от любого пророка и вождя. Арбат, какие враки твоих коснулись стен! Плывёт людская накипь, под ветром перемен. Ах, Ваше Величество, блюз! Когда я к тебе приобщался, Мне даже Советский Союз, Империя зла не казался. И мой комсомольский инстинкт Мне был абсолютно неважен, Когда потрясающий кинг Блистал в виртуозном пассаже. Тогда мы были с ним на «ты», И возле нас одни красотки. И никакой вам наркоты, Ну, может быть, немного водки. Ах, Ваше Величество, блюз! Ты более, чем наслаждение, Ты как астраханский арбуз, Религия и убеждение. Я был молодой сиборит, По мнению взрослых подонок. Но только под шафловый ритм Любили мы наших девчонок. Ах, Ваше Величество, блюз! Ты радость, ермо и абуза! И маленький мой карапуз, Быть может, родился для блюза? Ямщик, не гони лошадей, Когда мне все это наскучит, Пускай на могиле моей блюзмены Станцуют качучу. Тогда мы будем с немноты И возле нас одни красотки. И никакой вам наркоты, Но, может быть, немного водки. Ах, Питер, если бы ты знал, Как измельчают твои чада, То конь твой медный от досады Еще не так бы дыбом встал. На прибалтийском сквозняке Твоих бандитских подворотен Я стал настолько же беспороден, Как глаз, заплывший в синяке. И как чахоточный грифон, Прожженный бытом коммунальным, Я становлюсь тут маргинальным И погружаюсь в пьяный сон. И расправляя в темноте Свои чудовищные крылья, Я поднимаюсь в тучи пыли К далекой северной звезде. И пролетая в тишине Над копошащейся клоакой, Мне только хочется заплакать, Тихонько плакать обо мне. Твои восторженные чада, Полузасушенный кумир И вечная альфонсиада Твоих салонов и квартир Уже не манят миражи Твоих пластов полукультурных, Теперь от них мне просто дурно, Я больше не хочу в них жить. Закутаться в широкий плед, Поджав озявшие коленки, И схорониться на Смоленке Задолго до исхода лет. Мой голос в ванной не поет, И старость белая, как птица, Ко мне на голову садится, И злобно в темечко клюет. Баллада про русский мат. Вот ревнители нравственности И чистоты русского языка Могут не бояться в этой балладе, Им не встретится ни одного Матершинного слова. Если ночью меня испужают Или средь белого дня обхамят, Я, товарищи, не обижаюсь На крылатый отеческий мат. И отраднувня, что повсеместно Наши речи поддетски просты, Что российская наша словесность Расцвела со времен калиты. Ведь когда запорожцы к султану Обратились с известным письмом, Обалдели заморские страны, Как оно рифмовалось само. Ванька Грозный был видный мужчина, Коль Казань умудрился спалить, Был искусен зело в матершине И при случае мог обложить. Петр Великий окошко в Европу, Как надумал мечом прорубать, Костерил и бояр, и холопов, В бога душу и Кузькину мать. Оттого мат живет и поныне, Для державного дела рожден Не от идиша или латыни, Но как истинный наш лексикон. Катерина Вторая, к примеру, Не чуралась по сконных основ И в депешах учила Вольтера Остроумию матерных слов. Гавриил Романович Державин Крыл емельку один на один И поэт в дар потомкам оставил Айда Пушкин, айда Сокин сын. Матершина мудрая и крылата, Что там тень наводить на плетень? Декабристы у здания Сената Почитай матерились весь день, Уважали ядреное слово. Я еще вам напомнить могу Сочинение поэта Баркова И его супермена Луку. Даже прыщ не взойдет без причины, То холера, то наоборот. Постигать глубину матершины Разночинцы ходили в народ. Александр Иванович Герцен Грянул в колокол, словно в набат, Стал пахабно ругать самодерцев, Профанируя истинный мат. Граф Толстой, матершинник, был знатный, Словно колыба, матерый такой, Не поладив с Карениной, Анной всех послал и пошел за Сахой. Но уже, потрясая наганом, Кроя всех, на чем свет, Почем зря террорист Александр Ульянов, Чуть не грохнул надежу царя. Террориста казнили, Но брата взяли только пока на испуг. Но такого простора для мата Не знавал еще Санкт-Петербург. Брат гораздо был на всякую бяку. Не щадил ни Лачук, ни Палат, Вверг рассеял в такую клоаку, Что бессилен порой даже мат. Он, конечно, был истинный гений В части мата большой виртуоз И кликуху партийную Ленин В ранг отборного мата вознес. То, как он между собой изъяснялся, Для российской словесности клад. Но, однако, не раз поступался Коренной точкой зрения на мат. Без него мы счастливее не стали, Ибо стал нами править Один матершинник по прозвищу Сталин По профессии русский грузин. Вдохновленный державным почином, Он погнал нас штыком прямо в рай. Так развитию красот матершины Не способствовал даже Мамай. Ухватив рукавицей ежовой, Он ругал нас лет двадцать подряд Из речения про фалос моржовый, Еще этой огранки бриллиант. Он умел матюгнуться сердито, Даже сидя за бражным столом. И плясать принимался Никита, Тот, что властывал нами потом. Этот хрущ, оседлав кукурузу, Стал махать ей и тыкать в компост, И Америке сунул под пузо Матершинный советский форпост. Все вначале Никите кивали, Не прикажет ли тоже плясать, А потом его просто послали Мемуары на даче писать. Встал над нами другой матюгальник, Леня Брежнев, товарищ простой, Зять при нем был, известный ахальник, И во всем, кроме мата, застой. Где вы, годы, застойные годы, Вас уже не воротишь назад. Мы за эти года в анекдотах Отточили отеческий мат. То трезвят нас, то вновь похмеляют, И ничто не проходит без жертв, Будто кто-то на нас проверяет Матершинный словесный резерв. Но и в нынешний век президентства, Когда все нам уже трын-трава, Мат российский достиг совершенства, Вытесняя иные слова. Матерятся шахтеры в забоях, Матерится пилот в небесах, Даже клоп матерится в обоях, И лобковая вошь на усах, Припадая к истокам былинным, Предсказать я сегодня берусь, Что, покуда жива матершина, Вечно будет великою Русь. После слова «Паханат» Наш уклад современный Из великодержавной Москвы Древний мат заменяется феней И, как рыба, гниет с головы. В том распадке, где лысуха Плечет звездами в реке, Где накладки кополуха Притаилась в сосняке, Где таежные туманы На березовой косе, И брусничные поляны Отражаются в росе, Где охотники ружьишком Тешат гибельную страсть, И пора кедровым шишкам В осень яблоком упасть По затерянной протоке, Где холеи на песке. Я скользил среди осоки В деревянном облазке, Доводилось мне, ребята, Под журчание и свист На тайменных перекатах Кинуть лесочку на хлыст, Средь безмолвия и приволья, Не предчувствуя беды, Натыкаться у засолья На звериные следы, Ощущая, как в Божьем храме Всю земную благодать, Пить спиртягу с егерями И в зимовьях ночевать. Вновь я вижу себя В первомайской нарядной колонне, Не узнавшим еще перестройку, ГУЛАГ и Алжир, Не уставшим от жизни, Согнувшимся в полупоклоне, Окричащем «Ура!» И несущим плакат «Мир, мир!» И пока я иду на парад, Вместе с папой и мамой В коридорах Кремля Выбирают халифа на час И циничным движением Суют ему грязные драхмы, За которые скоро он всех нас Пропьет и продаст. И пока я бегу беззаботно В советскую школу, Уже что-то сломалось в стороне, Надломилось внутри, Ничего не знаю про доллары И кока-колу, Я люблю и скимо, и водичку Копейки за три. Или позже Я вижу себя В пассажирском вагоне В самотохе состава Летящего с рельса под откос И с трудом различая В испачканной кровью иконе Тот парадный портрет, Что когда-то в колонне я нес. Я привычно горжусь той Россией, В которой родился. И я верю, что Родина Всякого примет меня. Я еще не упал, Не отрекся, Не сдох и не спился. Я живу за идею, Не зная, что корм Не в коня. А теперь я боюсь Отвечать сам себе На вопросы, Где меня обманули, Когда на Перу Обнесли. Мой задиристый смех Превращается в горькие слезы, И тропится мой след, Исчезая в дорожной пыли. Ну, такая северная баллада Называется «Деревушка». Деревушка с виду так, Три кола, Их с макушкой зима замела, Дым курица, Словно пар из берлог, От Урала тысяча верст на восток. Там мы землю жирали с тоски, И лосиные шашлыки, Зимних звезд, Назойливый рой, Рассыпался с щучей икрой. Я их помню, Всех знакомых моих. Славка, доктор, С виду вроде не псих, А как выпьет, Ложки гнул за столом И закусывал граненым стеклом. Как мы парились на полке, Докупались в мерзлой реке, Да с ружьем по синей заре Выходили на глухарей. Рыжелеха, записной гармонист, Вместе пили, а потом подрались. Он горбатого меня гнул клевеща И, конечно, допросился леща. Я не трезвый был, перепил, Да к тому же еще нагрубил. Разнимали нас в пятером, Получился общий погром. Помню тятеньку и клуб под замком, Он директором, а я худруком. Помню танцы в Новый год до светла, Где друзей моих, считай, пол села. Где бы, милый, кто-нибудь Навестил бы вас долг путь. Но не даром так тесен мир, Будем жить еще, будет пир. А Валерка, параноик и йог, К нам спускался, как языческий бог. Йогу он, как у дела, закусил, Да с нее, как видно, и закосил. Проливались, как из ведра, Экстрасенсные вечера. Только в споре он скоро сдох От моих скептических блох. Тоже Славка, но другой, бывший мент. Это, в общем-то, почти комплимент. Я и помню-то всего ничего, Как в милиции избили его. Он на почте лямку тянул, Ну, а кто-то там ее грабанул. Взяли тысяч так двадцать пять, До сих пор не могут сыскать. А Шакирыч мне почти что родня, По торговляшке пришпорил коня. Он неплохо ведал толк в соболях, И где-то в Ялте приобрел особняк. Вспоминаю, как в жутком сне О его достойной жене. Я по пьянь ей не со зла, Предложил любовь, не взяла. Коля о женщинах стоит, как сейчас, Надька, что квартировала у нас. Муж под следствием сидел за свое, Ни копейки мы не брали с нее. Все в долгах, чтобы мужу участь смягчить, Прокурору в лапу сучить. Вот живой пример на крови Женской верности и любви. Ее деверь, молодой дурак, Политуру пил, но больше коньяк. Три заряда за какой-то там вздор В председателя совета в упор. Он, судья, снисхождение просил, Не у меня его с дуру косил. Знать наставили в тюрьме кореша, А в итоге все же дали вышаг. Деревушка с виду так, три кола, Их с макушкой зима замела. Как-то проще было там, без затей. Сколько разных приключилось смертей. Кто от водки сгорел, кто утоп, Кто замерз, а кто просто лег в гроб. Всякое было, как везде средь людей, Это годы грешной жизни моей. Эта вешняя шальная вода Разливалась в моей судьбе навсегда Криком уток, плеском волн, Блеском рыб. Запеклась на сердце боль той поры. Друзьям, кто мог, но не помог, Мне ни деньгами, ни советом, Когда я был так одинок, Скажу спасибо и на этом. Я понимаю, что сейчас, в эпоху подлости И страха, дороже каждому из вас Своя нательная рубаха. Я никого не укорю, Хоть жить долгами нынче модно, Я говорю, благодарю, Благодарю за безысходность. Я понимаю, нелегко на свете Надо жить поэту, Иначе б не было стихов, И песни не было бы этой. И, может быть, судьба моя Всю жизнь сидеть по горлу в яме, Но, коль не вытащат друзья, Кого тогда назвать друзьями? И я плачу по векселям, Плачу, хоть лезу вон из кожи. Я говорю, спасибо вам, Спасибо всем, кому не должен. Благодарю за разговоры, За мёд, текущий по усам. Благодарю вас, кредиторы, За то, что я не должен вам. И я дружу, дружу, как прежде, С кем бы не стоило дружить, Лишь только веру и надежду Мне не за что благодарить. Я боюсь показаться брюзгою, Но всегда вспоминаю с тоской Пиво, но не вот эти помои. Пиво, то, что мы пили в застой, Золотисто-янтарного цвета, С ароматом медовым на вкус. Когда пил, мне казалось, Что где-то возле Господа я нахожусь. В кушарях, возле речки Паганки, Под ласкающий вздох ветерка, Разливали мы пиво из банки, Разложив на газете с нитка небеса. И степные просторы Отражались в изгибах реки, И текли по усам разговоры, Словно пена пивная легки. С оптимизмом пожарных гидрантов Пиво в глотку вливалось само. Никаких тебе в нем консервантов, Никакого тебе ГМО. Мы по мере отстоя долива Никогда не стеснялись просить. И журчало застойное пиво, Нам такого теперь не купить. Нет того несравненного вкуса, Кто не помнит, меня не поймет. С той поры, как не стало союза, Даже хмель, даже солод не тот. Что теперь ухмыляться глумливо И пытаться в офшоры свалить? Развалили страну, Даже пиво, даже пиво не могут сварить. Историческая басня, Нет, наверное, все-таки не басня, А историческая баллада Про сермяжного мужика До посулы кубилка. Как отрекся Николаха, Осрамил династию. Велика кричит папаха, Нет на царстве счастью. Проводили без салюта, Обругали, почем зря, Поднялась в народе смута. Что за царство без царя? То есть, как это так? Отрекся и привет. Ни ходынки тебе, ни парадов. Если нету царя, у царя в голове, Это значит в стране непорядок. Засмеют другие страны И полезли, как на стол, Лезут ночью тараканы, Кандидаты на престол. Громко сборища орала, Норовила въехать в зуб. Царство ветхое одеяло Всяк тянул к себе на пуп. Кто червонцы сулил, Кто меды до коржи, Кто махал благовонным кадилом. И глядел на все это сермяжный мужик И чесал за скорузлый затылок. Выделялось в общем хоре Радикальное кубло. В этом споре, в этом вздоре Их всех дальше понесло. Мужичина, жалко что ли, Забирай, ей бог не врём, Всё тебе, земля и воля, Будешь сам себе царём. А гляделся мужик, Приосанился, Поразмыслил своей головой, Почесал тощий черри на заднице И промолвил, Вот это того. И без долгих проволочек, То оглоблей, то кайлом, Он повыбил всяких прочих, Кто ни с этим, ни с кувлом. Ах, загнул он им тормашки, А как кончил воевать, Он отправился для вспашки Лошадёнку заперегать. А кублу говорит, Благодарствую, Буду жить теперь сытой, В тепле. Ох, теперь попашу, Ох, поцарствую, На своей, На пусконной земле. Вот запряг он сивку-бурку, Вышел в поле на заре. Глядь, забегали в тужурках И с наганом на бедре. Говорят, мы из комбеда, Завертай, не то сейчас, Мы тебя к контуру мироеда Ликвидируем как класс. И ругались, Притом шибко-матерно, Сразу видно, Не меньшевики. Экспроприруем экспроприет, Раз, кидаваем мужичи на портки. А мужик в ответ им, Гады, Хоть убейте, не отдам, Ведь в портках-то, Кроме зада, У меня голимый срам. Но куды там, Обступили, Лошаденку отпрягли, Руки ловко закрутили, Ну и раскулачили. Зря кричал он Про землю свободу, Не положено больше кричать. И наружу ему Враг народа Принародно влепили печать. И пошел мужик далече, В чем маманя родила, Вспоминая сладкие речи, Обещания кубла. Буря мглою небо кровит, Сотни верст, Десятки лет. Влево-вправо, Шаг из строя, Пуля в спину И привет. Всю Россию, Промерив шагами, Пропадал мужичина во мгле. Зарастали поля Сорняками, Черный ворон Летал по земле, Черный ворон Царил на земле. Разыгрался на бегу Коленаст и тонок На ромашковом лугу Рыжий жеребенок. Злые чертики в глазах, Огненная грива, Кобылицы в теплый пах Тычатся и грива. То проселка колея, То огни перрона, Пролетает жизнь моя За окном вагона. Будто старое кино Я в дороге вижу, Вдаль умчавшийся давно Жеребенок рыжий. Серебрятся тополя Родниковой грустью, Пахнут летние поля Заповедной Русью. Где куплю себе ночлег, В ком найду собрата? Наступает тусклый век Горького заката, В норы прячется зверье, Да ворчат старухи, Лишь топорщица варье, Да хохочут шлюхи. Дым табачный, Темный свет В тамбрах вагонных, Да глядят с укором вслед Древние иконы, Пахнут маминым плечом Детские страдания, Пахнет Пасха куличом, Утро пахнет ранью. Где ты детство, Сладкий рай, Стертые сандали, Помер старенький бабай, Кем меня пугали. Все прошло. Прошла весна, Сломанная игрушка, Где-то ждет меня одна Белая старушка. Прочь печали, Мысли прочь, С головой укроюсь, Пусть несет меня Сквозь ночь Сумасшедший поезд. Бьют колеса, Да не в такт, Сквозняки в вагоне, Мимо луга, Где в цветах Горцевали кони. Пахнет ветер Из окна Тепловозным дымом, Извенит во мне Струна С горестным надрывом. Теплой водкой Обожгусь, Заскулю с собакой, Да в курилке Развлекусь Бесшабашной дракой. На себя я нынче зол, Все мне здесь обрыдло, Лучше мордой Об стол Искровянить Рыло, Да кому-нибудь Еще раз Дробить сапатку, Раззудись Мое плечо, Разверни лопатку, Манит Ночью полынья Жутким перламутром. Где ты, Молодость моя, Розовое утро?